Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ОТВ в студии Дарья Янченко и коротко о главных событиях. Полная готовность острова в ожидании первой весенней метели. Скамейки, зеленые зоны, скейт-парк и места отдыха. Каким жители ведет Южно-Сахалинск. Завершен сбор предложений по проектам программы формирования комфортной городской среды. Ставлю защитные системы, никому не даю свой пароль, естественно. Иллюзия приватности. Кто ворует ваши данные в социальных сетях и как защитить личную информацию. Сахалинские бэмби, первые на острове пятнистые олени, успешно пережили зиму. Вначале перенервничали, конечно. Ну, не летело что-то. Потом собрались и уже делали свою игру. В Южно-Сахалинске состоялся финал регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет. Сахалин готовится к первому весеннему циклону. Сильная метель ударит по югу острова в ночь с 1 на 2 марта. Ожидается снег и сильный ветер порывами до 38 метров в секунду. Всего под циклом попадают 12 муниципальных образований. Как превентивная мера, во всех муниципальных образованиях созданы оперативные штабы. В области, в правительстве Сахалинской области тоже создан областной оперативный штаб. Уточняются резервы материальных ресурсов в области, в муниципальных образованиях, в организациях. С 16 часов вечера закрыто автобусное сообщение областного центра с Паранайском, Макаровым, Углегорском и Шахтерском. Перекрыты также автомобильные направления Стародубская-Макаров, Ильинская-Арсентьевка и Огоньки-Невельск. Также приостановлено железнодорожное сообщение от Южно-Сахалинска до Паранайска. В режим повышенной готовности переведены и энергетики. Сформировано 46 бригад. Ожидается, что циклон покинет юг острова в ночь на 3 марта. На Сахалине, не дожидаясь окончания нынешнего отопительного сезона, начали подготовку к следующему. На портале госзакупок уже размещены заявки на поставки котлов, труб и дизель-генераторов. Кроме того, запланирован масштабный капитальный ремонт многоквартирных домов. На эти цели региональным бюджетом выделен 1,5 млрд рублей. До конца марта должна быть завершена стадия проектирования. Краткосрочным планом капремонта на 2018 год у нас предусмотрено отремонтировать 166 домов по 391 конструктиву. В том числе электроснабжение 57, теплоснабжение 55, водоснабжение 68, водовведение 58, газоснабжение 1 объект, кровля 68, фасады 70. Также руководство районов отчиталось и о прохождении текущего осенне-зимнего периода. Серьезных нарушений нет нигде. Однако в ряде городов все еще остаются долги перед ресурсоснабжающими организациями. Их главы муниципалитетов пообещали закрыть до конца этого года. 284 тысячи бюллетеней отправились в муниципалитеты Сахалинской области. 54 тысячи для КАИБов, комплексов автоматической обработки. Это второй этап передачи избирательных документов. Предыдущий состоялся 15 февраля. Тогда 10 муниципалитетов, где проходит досрочное голосование, получили 104 тысячи бюллетеней. Они доставлены в труднодоступные районы. Сейчас транспортировали упаковки для территориальных комиссий, где голосование пройдет 18 марта. Бюллетени будут транспортироваться под охраной. Вы видите, у нас представители спецсвязи. Это военизированная структура. Они будут доставлены в территориальные избирательные комиссии, где тут же будут взяты под охрану органы внутренних дел. И, соответственно, охрана будет обеспечиваться круглосуточно. На избирательные участки бумаги доставят за неделю до голосования. Их подготовят. На них наклеят защитные марки. Свои подписи на бланках поставят двое членов избирательных комиссий. Также их заверят печатью. Только после этого документы будут иметь законную силу. Отпечатаны также дополнительные бюллетени. Их не больше 1,5% от общего числа избирателей. Они предназначены для голосующих по месту пребывания, которые заранее подали документы. Шесть проектов, два лучших из которых притворят в жизнь. Общественные слушания по идеям, предложенным в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, завершились. Неравнодушные жители высказали свои пожелания и поделились предложениями в анкетах. О том, как прошло последнее заседание горожан, Юлия Королева. Скамейки, зеленые зоны, скейт-парк и места отдыха. Такое видят себе набережную реки Рогатка авторы проекта по реконструкции. Реализовать задумку планируют в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Изменится ли набережная, решать жителям Южно-Сахалинска. 18 марта этот проект наравне с остальными отправится на суд горожан. Правда, уже в измененном виде. Жители областного центра внесли свои ремарки в готовую концепцию на общем заседании. Оно стало финальным аккордом в череде обсуждений проектов по благоустройству городского пространства. Вопросов и дополнений у жителей накопилось достаточно. Сейчас там снегу, ну, как кусты, раз. А теперь вы настройте, вот я посмотрела, все красиво. Но меня смущают вот эти вот странные скамейки многоуровневые, вот как кафетятам, а как их будут потом чистить. Также горожане заинтересовались укреплением берегов и системой сброса воды. А жители близлежащих домов переживают из-за количества шума. Не станут ли ночные посиделки подростков постоянным звуковым сопровождением. Впрочем, именно для этого и проводят заседания. Услышать каждого. Есть решение о, проектное решение, о размещении его. Я думаю, что эта часть, наверное, будет учтена благоустройством. Для тех, кто не нашел время для встречи, в самых проходных точках города установили урны для сбора предложений. На протяжении нескольких месяцев жители делились своими идеями по благоустройству. Замечания уже дошли до авторов проектов. Предложение находится на рассмотрении в городской администрации. Только благодаря жителям мы действительно имеем обратную связь и должны, знаем, что они хотят и делаем то, что необходимо как раз для них. На основе самых актуальных и значимых замечаний проекты скорректируют. А после выборов лучшего приступят к реализации двух из них. Сегодня ознакомиться со всеми вариантами можно на сайте городской администрации. Юлия Королева, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. Первый стартап-тур в Южно-Сахалинске завершен. Его для начинающих предпринимателей и ученых провели ведущие эксперты фонда «Сколково». Заявки на участие в региональном конкурсе подали около 60 компаний, но были отобраны 17 лучших. Первое место и путевку на финал в Москву получил Константин Аборнев из иркутской компании «Гелиос». Он представил всем новый проект электромагнитное зондирование полезных ископаемых. «Позволяет найти месторождения полезных ископаемых, в отличие от конкурентных, стандартных методов, с большей точностью, с большей подтверждаемостью. То есть, когда мы укажем аномалии на глубины до 500-700 метров, они потом бурением будут подтверждены, то есть пустых скважин будет меньше». «Как правило, российские проекты, они очень хорошо проработаны технически, но им недостает знания и понимания своих конкурентов на мировом рынке, недостает знания маркетинга, и вот здесь именно нужно будет еще им поработать для того, чтобы стать успешными». Также поддержка заручились еще несколько проектов, таких как разработка программы модуля «РЭМ», биосистема «50». Призеры также автоматически попадают на финал всероссийского конкурса. За 2 миллиона рублей предстоит побороться в конце мая. В век быстро развивающихся интернет-технологий все чаще общение с реального переходит в виртуальную плоскость. У каждого второго жителя нашей страны есть аккаунт в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках или Инстаграме. На многочисленных социальных сетях расставлены и ловушки. Как обезопасить себя от виртуальных подстав в материале Марии Рябовой. Они, как и положено сетям, опутали жизнь практически каждого современного гражданина. Аккаунты в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках и еще на десятках сайтов взамен на ваше личное время даруют вам бесконечные возможности. Соцсети играют огромную роль вообще для всего. Для развития, для общения, для знакомства, для вообще познания мира. Иногда я получаю такую информацию, которую если бы я захотела бы, да я даже не смогла бы это захотеть. Я не знала бы о том, что это существует. Просто Фейсбук, он гораздо умнее, чем кажется. Дарина Лисовская в числе активных пользователей социальных медиа. На лайки не скупится, да и сама за постом в карман не лезет. Вереница обновлений друзей заманчивая, казалось бы, на первый взгляд интерактивные придумки. Какая ты звезда или животное, какая твоя истинная национальность или где ты будешь жить через 10 лет. Социальные сети буквально пестрят такого рода развлечениями. Но глупо думать, что создатели подобных тестов задумываются лишь над тем, как вас развеселить. На самом деле все куда хитрее. Такие приложения, как правило, собирают приватную информацию о вас. Фотографии, возраст, пол, виртуальные друзья, места, где вы бываете. Это лишь неполный список данных, которые получают такой тест, когда вы кликаете лишь одну кнопку. Предоставить доступ к моей странице. Мне нечего скрывать, по большому счету, и никаких тайн, никаких страшных, ужасных ситуаций в моей жизни таких уж не было, за которые могло бы быть стыдно. Назойливая реклама – первое, что приходит на ум в числе последствий сетевой неосмотрительности. Добавим сюда информацию о вашей платежеспособности, которую нередко собирают банки, и возможность размещать ваши фото где угодно. Ведь согласен узнать, кролик вы или хомяк в прошлой жизни, многие интерактивные сервисы получают от вас право размещать ваше досье где угодно с возможностью передавать эти данные. И, наконец, мошенники, которые изобретают все новые схемы выманивания денег, поэтому сетевая безопасность во главе угла. Ставлю защитные системы, никому не даю свой пароль, естественно, все отдельно. Может привести к потере данных и, возможно, каких-то личных персональных данных, которые лучше никому не знать. Чтобы обезопасить себя, необходимо закрыть доступ ко всем сомнительным приложениям в настройках вашего аккаунта. Не переходить по незнакомым ссылкам и помнить, даже единожды опубликованные в сети остается там навечно. Мария Рябова, Сергей Салихов, телекомпания УТВ. Сахалинские депутаты повысили штрафы за парковку в неположенных местах. Раньше автохамы, размещающие транспорт на газонах и тротуарах, должны были раскошелиться на сумму от 1000 до 3000 рублей за первичное нарушение и от 3 до 5 за повторное. После вступления новых норм в силу, за первое несоблюдение закона необходимо будет заплатить от 1500 до 4000, за последующие от 4000 до 5000. Эти суммы установлены для частных автовладельцев. Юридические лица будут наказаны на сумму до 50 тысяч. Более строгими стали и другие требования, касающиеся благоустройства. Выросли санкции за незаконную расклейку объявлений, порчу и разрушение городских объектов и несвоевременную борьбу с сосульками. Опубликован реестр заявлений в детские здравительные лагеря. Напомню, их подавали родители в режиме онлайн и по времени подачи была сформирована электронная очередь. Списки очередников размещены на сайте регионального Минобра. Они сгруппированы по муниципальному образованию. Всего в областном подчинении находятся три детских оздоровительных центра. Это Чайка, Лесное озеро и Юбилейный. Они рассчитаны на 1780 мест. Во всех выделены квоты каждому муниципалитету, в зависимости от количества проживающих в районе детей. Желающих попасть оказалось больше 2500. У тех, кто не попал в реестр, все-таки есть шанс поехать в лагерь. Не все заявления подтверждаются документами. Родители и многие ставят себе, например, льготу, которую потом подтвердить не могут. И у нас есть право отказать этому родителю, так как он недостоверно подал заявление. И получается, люди, которые стоят в резерве, они поднимаются. Документы принимаются с 5 марта. Все справки по телефонам горячих линий. Они указаны на сайте Минобра. Пятнистые олени впервые призимовали на Сахалине. В прошлом году их завезли на остров из Приморья. За этот период поголовье увеличилось. Приплод составил около 50 оленят. Подробности далее. Эти кадры год назад сделали сотрудники компании «Росагра», которая в январе 2017-го завезла на Сахалин из Приморья первых пятнистых оленей. За год численность стада выросла в полтора раза и сейчас составляет более 150 голов. Мы считаем, что зиму мы прошли хорошо, даже можно сказать, что отлично. Без всяких эсцессов. Приплод мы получили достаточно неплохой. Считаем, что ориентировочно около 45, может быть, 50 голов. Завидев за несколько метров чужаков, олени бросаются в лес. Поэтому заснять их на видеокамеру или мобильный телефон практически невозможно. Главный опекун животных – оленевод Сергей Кузнецов. Мужчина приехал с Алтая и, как никто другой, знает, чем кормить и как лечить. С утра даем комбикорам, 4 мешка, у них рацион, 3 килограмма в день. Потом после обеда на ночь сей надаем, тоже один тюк, там 300 килограмм. И все водопоем, тут делаем. Оленеводство на Сахалине относится к альтернативному животноводству. В последнее время это направление получило мощное развитие. Ранее на юг острова завезли 90 моралов, а в центральную часть – стадо северных оленей. Пока крупных проектов не планируется, в принципе, пока смотрим, как олень акклиматизируется, как он покажет себя на Сахалине, до каких размеров мы можем, например, нарастить существующее поголовье. В ближайшее время в регионе появится кролиководческая ферма, запланирован завоз якутских лошадей. Вместе с традиционным животноводством самая обеспеченность региона мясом выросла с 4,5 до 8,5 тысяч тонн, благодаря чему и снизилась стоимость продукции. Вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства, неоднократно поднимались на совещаниях при президенте России Владимире Путине. По словам главы государства, наращивание объемов продукции ведет к укреплению продовольственной безопасности и независимости страны. Вера Рудакова, Дарья Янченко, Сергей Салихов, Телекомпания УТВ. Продолжаем выпуск. Нам нужен сильный президент. С таким обращением выступило правление Сахалинской региональной организации «Дети войны» к членам объединения. В этом послании говорится, что люди старшего поколения выступают против экспериментов и хаоса, а не за стабильность. Также прозвучал призыв прийти на голосование 18 марта. Обращение поддержало большинство представителей организации из районов области. Хотелось бы, конечно, чтобы они пришли со своими детьми, со своими внуками, даже правнуками на голосование, приняли участие. За кого будут голосовать? Это их личное, конечно, дело. Мы и не претендуем, и не призываем это их личное дело. Но главное, чтобы они приняли участие в голосовании. Детский технопарк «Кванториум» официально начал свою работу в областном центре. Там будут обучаться ребята до школьного возраста и подростки до 17 лет. Сейчас в технопарке уже учатся 117 человек. Но руководство «Кванториума» в течение недели планирует набрать еще около 150. Чему будут обучать юных сахалинцев и что они уже умеют, узнал Евгений Коньков. Здесь будет серая сфера ребристая, все будет изолировано. Юный изобретатель Артем Синявский хочет поднять на новый уровень системы безопасности. Школьник уже почти создал робота-газоанализатора для определения утечек газа в помещениях. Уникальность творения в шасси. Но колеса, они не как у обычного автомобиля. Они находятся по всей площади. То есть соприкасается с поверхностью 50% площади колес. То есть это увеличивает сцепление и проходимость. Первая площадка детского технопарка в Институте развития и образования полностью готова. «Кванториум» оснащен 3D-принтерами, сканерами, а также станками и множеством различной современной техники. Разделен на шесть секций. Каждая из них – отдельное направление подготовки. Дошкольники собрали умный дом. А Яна Тушуйбекова с увлечением показывает устройство дворца из конструктора. Вот этот робот, обезьянка, она стирает вещи. А вон те птички, которые крутятся, это освежитель воздуха. До 2019 года в технопарке появятся еще две образовательные площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Всего в регионе планируют открыть 12 квантумов. Это направление дополнительного образования по естественно-научным и техническим программам. Они смогут принимать 12 тысяч школьников ежегодно. О необходимости создания детских технопарков заявил президент России Владимир Путин и дал указание регионам. Еще год назад губернатор области Кожемяк Олег Николаевич поставил перед нами задачу создать детский технопарк Кванториум. И сегодня мы все свидетели, что с этой задачей с честью мы справились. Главная цель Кванториумов – выявить и развивать детей с техническими способностями, и которые впоследствии смогут стать научной элитой страны. Евгений Коньков, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Поход в ресторан в обмен на историю любви. Мария Репина стала победителем конкурса «Важный выбор». Его провел издательский дом «Губернские ведомости». Героиня призналась, что свою половинку встретила на дискотеке. Их танец затянулся уже на 10 лет. Теперь организаторы дают возможность мужчинам рассказать об их важном выборе. Главный приз – 8 тысяч рублей на поход в ресторан. Чтобы вступить в борьбу, присылайте истории отношений с любимыми на электронный адрес. Либо публикуйте их в сети Instagram с хэштегами «Самый важный выбор» – «Выбор 2018» – «Сахалин». Подробности читайте в ближайшем выпуске «Губернских ведомостей». На первые зимние игры «Дети Азии» в островную столицу прибудет не менее 2000 человек, половина которых – спортсмены в возрасте до 16 лет. Остальные участники официальных делегаций – представители спортивных федераций судейского корпуса. Цифры озвучил глава региона на совещании с участием руководителей органов исполнительной власти. Островной регион стал местом проведения не случайно. Он располагает почти полным набором необходимой инфраструктуры. Уделяется этому большое внимание. Вышло постановление правительства Российской Федерации. Представитель моркомитета по проведению первых международных зимних игр «Дети Азии» назначен трудом Юрий Петрович. Поэтому нам оказывается всевозможная поддержка со стороны правительства, со стороны Юрия Петровича. Это касается и выделения денежных средств на достройку объектов. В марте начнется подготовка будущих волонтеров. Как было отмечено на совещании, на это направление работы надо обратить особое внимание. Поскольку по инициативе президента Владимира Путина 2018 год в России стал годом добровольца. В Южно-Сахалинске состоялись финальные матчи областного чемпионата школьной баскетбольной лиги КС «Баскет». В решающих играх определили обладатели путевок на дальневосточные соревнования. Поэтому все встречи носили острый характер. Баскетболисты боролись за каждый мяч. Игорь Антипов подробнее. В главной женской дуэли за золото поспорили Аха в белой форме и Южно-Сахалинск в голубом. Соперницы принципиальны, ведь уже не раз встречались на площадке. У Южно-Сахалинска, конечно, больше опыта. Девчонки выходят уже четвертый год подряд на финал Дальнего Востока. Поэтому опыт, наверное, и желание победить. Северянкам не просто дать бой в отсутствии двух лидеров в команде. Ахинки были близки к изменению в счете, но промахивались. А так избивал Южно-Сахалинск. Он и завладел преимуществом. Старались быстрым прорывом, но не получилось. Девочки держали плотно. И у нас не вышло. Вообще ничего не получилось. Что задумывали. В решающие 10 минутки победную точку поставил Южно-Сахалинск. 87-55. И стал обладателем путевки на дальневосточный этап. Еще в позапрошлом году девушки были их бронзовым призером. А это финал парней. В нем сыграли Сенегория из села Сенегорск и Олимп из Невельска. В первой четверти вперед вырвались невельчане. 20-17. Сенегорцы начали работать на площадке активнее. Нарастили темп. В итоге Сенегорск стал чемпионом 81-53. Ему достается вторая путевка на дальневосточный КЭС-баскет. Я думаю, что мы тоже им составляем какую-то конкуренцию. Им так же тяжело, как и нам. Что вас сегодня мотивирует? Ну, возможность поехать дальше. На дальневосточном турнире лучшие команды из Сахалина выступят с 13 по 16 марта. Матчи пройдут во Владивостоке. Игорь Антипов, Сергей Салихов, телекомпания УТВ. А я напоминаю, что наши новости вы также можете посмотреть на сайте агентства Сахалин Курилы по адресу skr.su и в социальных сетях. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok